Серия вебинаров «Борьба за клиента». Лучшие спикеры и эксперты расскажут, как запускать качественную рекламу и быстро обрабатывать заявки, как увеличить продажи и как в этом поможет CRM, как организовать бизнес в онлайне, как не слить бюджет на рекламу и проверить своего маркетолога. Модератор и главный ведущий Михаил Беляев. Начинаем! Приветствую всех на вебинаре из цикла номер два, цикл, который называется «Борьба за клиента». Мы говорим о том, каким образом мы сейчас работаем с клиентами, привлекаем их, продаем, каким образом мы выстраиваем воронку, что сейчас изменилось, какие качества требуются для человека, который занимается продажами. Сегодня второй вебинар, мы как раз акцентируемся на продажах. Я сейчас сделаю небольшую вводную часть о том, что будет в ближайшие полтора часа, и потом буду представлять спикеров, которые сегодня будут давать контент. Мы сегодня будем двигаться в рамках этих полутора часов примерно в двух частях, даже точно в двух частях. В первой части мы будем говорить про то, каким образом должен вести себя продавец, кто он такой, какие качества ему нужны, что ему сейчас делать для того, чтобы с клиентами ему качественно и хорошо работать. Во второй части мы будем больше смотреть на продукты и инструменты, на продукт Bitrix24. Мы посмотрим, каким образом CRM в этом помогает, что нужно делать, какие показатели мониторить, что позволит вам небольшими действиями существенно увеличить свою прибыль или конверсию клиентов, поступающих заявок в этих клиентов. Меня зовут Михаил Беляев, я сегодня буду с вами. У нас есть вопросы, которые размещаются в чатике. Вы можете по ходу выступления спикеров задавать эти вопросы. У спикера будет примерно по 40 минут для того, чтобы рассказать вам тот контент, который они подготовили. Я буду за этими вопросами следить, вытаскивать их и либо в процессе, либо в конце выступления спикера мы на них будем отвечать. У нас будет видеозапись. Если будут сразу вопросы, будет ли видеозапись, да, видеозапись сегодняшняя будет. Мы поделимся со всеми, кто регистрировался на сегодняшнее мероприятие, то есть с каждым, каждому на почту придет такая ссылка, которой можно будет пройти и посмотреть видеозапись сегодняшнего выступления, если что-то захочется пересмотреть. А я надеюсь, такое будет. Еще один организационный момент. Мы приготовили для вас такой антикризисный чемоданчик. Тоже набор полезного, хорошего контента, инструкций и выступлений интересных спикеров, которым мы хотим поделиться с вами. Я попрошу вас в самом конце сегодняшнего выступления заполнить небольшой опрос. Как вам вебинар? Что понравилось? Что не понравилось? Что было здорово? Что не здорово? И всем, кто пройдет такую небольшую анкетку, это занимает буквально 2 минуты написать, мы такой антикризисный чемоданчик контента подарим. Итак, друзья, без долгих предисловий переходим к непосредственно нашей теме. Я представляю первого спикера. Это Владимир Маринович, человек с огромным опытом. Владимир, выходите пока на связь. Да, доброе утро, еще раз, или добрый день, если день. Здравствуйте. Да, здравствуйте, друзья. День, это заработает уже, правильно? Я начинаю жечь? Можно, да. Ура, поехали. Спасибо большое за приглашение, Михаил. Для меня это очень волнительно, потому что, друзья, да, кстати, у меня есть такая манера. Я даю коротенькие фразы. И, пожалуйста, одна из первых фраз, которую можете, друзья, зафиксировать. Вот тупой карандаш лучше острой памяти. Тупой карандаш лучше острой памяти. И вот какие-то вещи, пожалуйста, сегодня прямо начинаете фиксировать, потому что будете вспоминать, что же он такое говорил? Вот это что-то он там такое прикольное говорил. Хорошо? Поэтому карандашики и бумаги. Итак, есть CRM, есть бизнес, нет CRM, нет бизнеса. Это ключевая позиция, которую я сейчас двигаю. И, кстати, знаете, интересно, друзья, что если вы посмотрите мои видео в YouTube или мои выступления, их много есть в интернете, то за последние 3-4-5 лет прошла такая очень серьезная динамика того, как я отношусь теперь к вот этой магии, магии настоящей команды. Начнем с самого начала. С 88 по 92 год я был челночником, я продавал джинсы. Таким был, как сейчас модно говорить, самозанятым. И все это закончилось в октябре 92 года. Я стоял на рынке в Польше в Католице, я продавал джинсы, и пошел адский дождь. Я вымак как цуцик. И тогда я в первый раз в жизни задумался, а как сделать так, чтобы не я стоял на рынке, не я мог под дождем, а деньги при этом, чтобы зарабатывать. И вот все это время с 92 года по сейчас, по 2020 год, я и решаю вот эту главную задачу. Как выстроить таким образом системную работу бизнеса, чтобы я занимался тремя главными функциями. Поэтому, друзья, пожалуйста, можете записать три главные функции собственника бизнеса, три главные функции руководителя бизнеса. Первое – это развитие бизнеса, второе – это ресурсы для развития бизнеса, и третье – это создание команды. Вот три вещи, которые вы как собственники, вы как руководители, на мой взгляд, должны делать. Еще раз. Развитие бизнеса. Идем, не идем в новые территории. Идем, не идем в новые продукты. И создаем, не создаем новое бизнес-направление. Второе – развиваем эти направления, но для этого нужны ресурсы. И вы же понимаете, ну, никто, кроме вас, ресурсами не может заняться, потому что с удовольствием ваш главный бухгалтер принесет вам предложение из 15 банков, где вам предложат кредит по 25% годовых и под залог вашей правой почки. Но это не ресурсы, это грабительство. Поэтому, друзья, ресурсы – это знание, компетенции, умение систематизировать бизнес. И, кстати, поэтому можете еще записать мою любимую фразу. Последнее, что нужно для развития бизнеса, друзья, последнее – это, друзья, деньги. А первое – это умение структурировать, систематизировать, как сделать так, чтобы не было муды. И, кстати, друзья, напишите, те из вас, пожалуйста, кто сейчас меня слушает, что такое муда. Кто знает, что такое муда? Только чур, гуглом и яндексом не пользоваться. Друзья, что такое муда? Пожалуйста, что такое муда? Напишите, вот что такое муда. Так вот, я утверждаю, что ваша главная забота, еще раз, друзья, сегодняшнего дня, давайте, я вам даю три конкретные вещи. Это развитие бизнеса, ресурсы для развития бизнеса. И третье – это команда. Правильно, абсолютно, Олимпия. Нет, Юрий, это не хрень, это совершенно конкретно. Неэффективные действия. Правильно, Олимпия – молодец. Диаджо Групп, молодцы. Это бесполезные, неэффективные затраты ресурсов. Ну, а дальше, как вы сами понимаете, в русском языке уже появились вариации на тему этого слова муда. Муда – это японское слово. Так вот, для того, чтобы не было муды, и для того, чтобы вы могли эффективно заниматься ресурсами, для того, чтобы вы могли развивать свой бизнес, и существует набор действий, которые я вам сейчас дам, и которые, если вы будете делать, то вы, соответственно, в ближайшие полгода и вырастите, не знаю, там, минимум на 25-30%. Давайте, друзья, для этого сначала мы с вами разберемся в том, что сейчас происходит. Я утверждаю, что кризиса нет. И я не сошел с ума, у меня нет белой горячки, и я хожу по той же земле, что и вы. И да, вчера в Петербурге был адский ливень, а сегодня вот солнышко светит, и я решаю эти задачи каждый день. Потому что, чтобы вы имели представление, кроме того, что я руководил русским стандартом, кроме того, что я был генеральным директором «Улыбки Радуги», ГЕТ, это как у них 50-60 мы разговоры разговариваем, 10-15 считаем деньги, и в 3-4-5 я, соответственно, захожу. Да, бывает, что я теряю деньги, бывает, что я зарабатываю деньги, но это и есть мой бизнес. Поэтому я могу вам сказать, что то, что я сказал, кризиса нет, это значит только одно. Изменились экономические условия хозяйствования. А другое дело, вы адекватны в своих решениях, в своих изменениях своего бизнеса, этим изменившимся экономическим условиям, или неадекватны? Если вы неадекватны, то тогда все просто. Из двух вопросов «Кто виноват и что делать?» вы, конечно, выбираете, кто виноват. И дальше «Трамп виноват, китайцы виноваты, Маринович виноват, потому что какую-то чепуху несет». В общем, всегда понятно, кто виноват. Если же вы про «что делать?», «что делать?» для того не просто, чтобы бизнес сохранить, а чтобы его развить, то тогда мы с вами и разберемся в конкретных инструментах, которые вам и помогут развиваться. И, кстати, друзья, вот сегодня я разыграю среди вас книгу, которая называется «Что делать?». Книга, которую я недавно написал «Что делать, когда у тебя стартап?». И те из вас, кто сегодня сделает наибольшее количество правильных действий для систематизации своего бизнеса, каких действий я сегодня расскажу, те и получат от вас в Питере мою книгу с автографом, или в электронном виде, если вы из других городов. А, и, кстати, по поводу Родецкого Дмитрия и Дмитрия Бехтерева. Друзья, как вы думаете, сколько процентов из тех, кто сегодня принимает участие, сколько процентов из вас реально что-то будут делать? Реально что-то будут менять? Друзья, как вы думаете? Напишите, пожалуйста, как вы думаете, вот сегодня у нас есть участники нашего вебинара. Сколько из них будут принимать участие, сколько будут менять что-то? Вот сколько? Я могу вам сказать 3%. 3%. 3%. А все остальные, ну, соответственно, будут жаловаться, потому что государство почему-то все не спешит давать никакую помощь. Я не жду от государства никакой помощи. Я всегда только на себя надеюсь. И на те инструменты, которые вы можете использовать еще раз для развития бизнеса. Ну, поехали. Сначала разберемся с вами, друзья, в том, что такое вообще бизнес-процессы, CRM-системы, зачем это надо, и какое это имеет отношение к эффективной команде, которая с удовольствием продает ваши продукты. Ведь мы же сегодня про продажи, правда? Вот давайте поразбираемся. Можете, друзья, записать 3 моих любимых цифры. Это формула, которую я вывел на основании последних там уже почти 30 лет. Друзья, можете записать 3,790. Сергей, мне нужна ваша помощь. Сергей Савельев, пожалуйста, напишите 3,790. 3,790. Можно через тире. 3,790. Давайте разберемся. Что такое 3,790? 3 человека из 100 – это люди с предпринимательским мышлением. Это люди, которые не только вам приносят спасибо большое, Нинель. Это не просто люди, которые приходят вам с какими-то проблемами, но они приходят с решением задачи, как решить эту задачу, и с ресурсом, который нужны для решения этой задачи. 3,790. Это не только предприниматели, но это и ваши менеджеры, которые включают голову и думают, как решать эту задачу. И среди ваших продажников есть те, кто жалуются, а есть те, кто приходят с решением и говорят, я продам больше, если вы мне двоеточие. И, не знаю, например, 12 тысяч на командировку в Екатеринбург, потому что там будет скоро какая-то выставка, и я там найду клиентов. Таких 3 человека из 100. 3 процента. 7 человек из 100 – это люди процесса. Это люди, которые способны методично, ежедневно исполнять и регулировать вот эти самые бизнес-процессы. И строго, качественно их выполнять. Из них очень хорошо получаются аккаунт-менеджеры. А 90, друзья, это люди-кораблики. Это люди, которые плывут по реке жизни, и они с большим удовольствием продают ответственности, свою свободу за то, чтобы они получали от вас маленький, но постоянный гарантированный доход. 25 и 10. 25 и 10. Друзья, поэтому, пожалуйста, как вы думаете, какое любимое слово, это имеет прямое отношение к нашей сегодняшней теме, как развивать продажи, как систематизировать продажи и как выполнять планы по продажам. И не только по продажам, но еще и по валовой марже. Как вы думаете, какое любимое слово вот в этих 90-х? Давайте с ними разберемся, и после этого начнем говорить о тех охотниках и фермерах, которые будут делать вам львиную долю продаж. Если вы будете это внедрять, то вы, соответственно, результат и получите. Светлана, замечательно. О, молодец. Лариса Миршниченко, очень хорошо. Оклад, абсолютно. Вот это, друзья, как только вы на собеседовании, вот какую вы ошибку делаете, как этих людей вычислить? Вы с человеком разговариваете, у нас крутая компания, у нас крутой продукт, мы тот, а пятый и десятый, мы вот это молодцы. А потом вы, соответственно, вспоминаете, что оказывается нужно, что человек должен спросить, и вы ему спрашиваете, ну, задай какой-то вопрос. И он вам говорит, какой он вопрос задает? Ну, понятно. А какой оклад? А какой оклад? Какой оклад? Первый вопрос. Правильно, Светлана? Поэтому, как только вы слышите слово оклад, все, это не ваш человек. Вот просто, это не ваш человек. И первое домашнее задание получайте, друзья. Сделайте для себя такую вот пометку, помните, тупой карандаш лучшей острой памяти. В ближайшие два месяца вы должны, в принципе, в продажах уничтожить вообще такое понятие, как оклады. И да, это законно. Это законно. Есть разнообразные формы того, как это сделать. Это может быть договор сдельный, сдельные оплаты труда, это могут быть срочные. В крайнем случае вы можете дать им минимальную оплату труда, мрот. И все остальное, это должны быть проценты, которые привязаны к цифровым показателям. Вот если у вас так есть, тогда есть возможность развивать продажи. Если у вас, соответственно, там оклады по 30, по 40, 50 тысяч, и там 10, 15 премия, ну тогда, соответственно, это вот то, что Светлана написала, у маркетологов есть оклады, это просто, ну, это мне очень больно. И вот сегодня мы в этом тоже разберемся. Итак, первое, друзья, сделать так, чтобы у ваших сотрудников особенного дела в продаж либо не было окладов, либо были минимальные оклады, и все остальное это премиальные. На премиях, на процентах, на бонусах. Главное, чтобы был принцип «заработал, заработал, получил». И, кстати, друзья, если кто-то из вас хочет одеть на меня футболку «Мистер Очевидность», давайте-ка мы проверим маленькое время, посмотрим. Поставьте, пожалуйста, плюсы те из вас, это немножко времени займет, поставьте плюсы те из вас, у кого сотрудники в отделе продаж только на процентов, только на премиах, только роман. А почему? Какой это обман получается? В чем обман? Роман, в чем обман? Пожалуйста, вот вам Оксана, Светлана и Ольга показывают, что это возможно. Причем тут обман? Роман, а то, что вы этого не умеете, то, что вы этого не знаете, но для этого вы и принимаете участие в этой конференции для того, чтобы разобраться, какие есть практические инструменты для развития бизнеса. Пожалуйста, вот это точно работает. Ирина, правильно, минимальный оклад плюс процент. Поехали дальше. С этим разобрались. Если потребуется помощь, как это сделать? Ну, соответственно, Битрикс будет часто проводить такие конференции, вебинары и тоже расскажу. Итак, первое, сделать, чтобы было понятно. Заработал, получил, выполнил, есть. Как сделать так, чтобы вам человек не продавал отмазки? У меня есть замечательный товарищ, прекрасный просто человек, Аркадий Пикаревский, бывший владелец СЭЛ. И он мне однажды такой преподал урок. Вот как делаются активные продажи. Вы знаете, да, что все модели, все модели продаж, они предусматривают охотников и фермеров. Люди по-разному устроены. Психофизика человека по-разному устроена. Вот я типичный охотник. Хлеба не корми, дай кому-то что-то продать, дай кого-то увлечь моим продуктом. Это так работает. Где-то на 10-й улыбке радуги я подумал, все, нам уже пора строить сеть франчайзинг. Сейчас, чтобы вы понимали, это уже по тысячу магазинов и около 30 миллиардов годового оборота. Я тогда задумался о том, что уже пора развиваться и делать франчайзинговый пакет. Кто в Петербурге лучший знаток франчайзи? Аркадий Пикаревский. Я позвонил ему в офис, это бывший владелец СЭЛ, сеть СЭЛ, 550 магазинов, одежда. Я позвонил, здравствуйте, хочу с Аркадием пообщаться. Мне говорят, замечательно, очень хорошо. Давайте через полгода позвоните, Владимир, и мы тогда посмотрим, как мы можем вас с Аркадием связать. И, ну, понятно, меня отправили в далекое эротическое путешествие. Но я был не согласен, я начал вокруг себя спрашивать, кто знает Аркадия, кто знает Аркадия. И, представляете, моя сотрудница, ее муж тренировал в тот момент Аркадия в теннис. И я сказал Наталье, а Наталья сказала Олегу, а Олег сказал уже Аркадию следующую фразу. Аркадий, есть такой человек, Владимир Маринович, генеральный директор Улыбки Радуги, готов бегать за мячиками, за водой и во время соревнований пот вытирать. Но, соответственно, для того, чтобы я получил 3 минуты, готов все это делать. Пожалуйста, 3 минуты встречи. И мне также Аркадий заинтересовался, вернул, да, хорошо, завтра в 15, можно 3 минуты пообщаться. Я приехал, и эти 3 минуты, в результате мы, эти 3 минуты превратились в 3 года, соответственно, сотрудничества. Как это работает? А вот так это, друзья, и работает. Что вне зависимости от того, как работают ваши маркетологи, есть лиды, нет лидов, если это правильный охотник, то он сам, в крайнем случае, эти лиды найдет, сам потенциальных клиентов для себя найдет. Другое дело, что это должно быть отпроцессировано. И тут мы с вами потихонечку, друзья, подкрадываемся к такой магической вещи, а можно ли отпроцессировать работу охотника, того самого менеджера активных продаж. Можно и нужно. Здесь, друзья, очень вам советую посмотреть фильм «Основатель». Очень классный фильм 2016 года. Посмотрите его, пожалуйста. Потому что вы тогда увидите одну прикольную вещь. Сотрудники должны делать у вас в вашем бизнесе активные продажи. Не потому что они какие-то там чудесные охотники родились по жизни, или у них там есть какая-то мотивация или суперэнергия, а потому что, внимание, друзья, у них нет возможности не делать. И вот сочетание вот этих двух факторов – система и второе – личностных факторов человека – и даст вам увеличение продаж. Поэтому первый шаг, который сейчас нужно сделать – это проанализировать, насколько люди, которые у вас в продажах работают, любят продавать. Друзья, как это сделать? Берете лист бумаги. Лист бумаги очень просто. Лист бумаги, на котором распечатаны фамилии ваших сотрудников. Берете два фломастера – красный и зеленый – и отмечаете красным тех людей, которые к вам приходят регулярно, трогают вам мозг объяснениями. Ну вот, ну не получается, плохая погода, хорошая погода. Знаете эти мои любимые отмазки, да? Приходишь в магазин, открываешь кассу, а там маленькая выручка. Спрашиваешь, почему маленькая выручка? Тебе говорят, ну так, Мариной, что ты как маленький? Хорошая погода, солнце светит, поэтому все уехали за город, поэтому никто ничего не покупает. Друзья, поставьте, пожалуйста, шестерки, те из вас, кто слышали эту отмазку. Это касается всех. И рестораны, и шиномонтажи, и салоны красоты – это всех касается, про хорошую погоду. Да-да-да, вот, пожалуйста. Ладно, приезжаешь, наверное, в этом есть какой-то смысл. Хорошая погода, уехали за город, жарят шестерки, поэтому никто ничего не покупает. Ладушки, через две недели приезжаешь в магазин, открываешь кассу, маленькая выручка, салон красоты, шиномонтаж – все равно, у меня были разные бизнесы. Спрашиваешь, почему? Отвечают. Так, Маринович, что ты как маленький? Плохая погода. Все сидят дома, и поэтому никто ничего не покупает. Друзья, кому знакомо, а ну поставьте двойки. Друзья, поставьте двойки, те из вас, кому знакома вот эта тема про плохую погоду. Ну, вот, пожалуйста, это вот так вот, это так связано. И тогда я, друзья, как такое, знаете, я уже упертый, и я задал себе вопрос, а что нужно сделать для того, чтобы продажи были всегда? Вот какая должна быть погода, солнце, влажность, магнитная амплитуда, давление, ну вот что? И я понял одну прикольную вещь. И это очень просто, и вы можете тоже это записать, друзья. Для того, чтобы были продажи, надо продавать. Я понимаю, что кто-то из вас сейчас хочет на меня еще раз надеть футболку «Мистер Очевидность», только знаете что? Владельцы магазинов, ресторанов, шиномонтажей, салонов красоты, а поставьте-ка плюсики те из вас, у кого стоят счетчики, и кто считает все конверсии, начиная, сколько людей зашло в дверь, сколько из этих людей. А, кстати, сейчас давайте мы с вами проверим. Это очень интересно. Вот кто из вас, поставьте плюсы, кто из вас каждый вечер слушает звонки ваших сотрудников. Молодцы, Оксана, очень хорошо, Владислав. Прекрасно, Эльмир, Елена. Только, ребят, вы же помните, в самом начале я спросил, сколько процентов будут делать изменения? А теперь поставьте минусы те из вас, кто не слушает своих сотрудников, кто не считает конверсии ваших сотрудников, и кто, ну вот, удивляется про плохую погоду, кризис или там глобальное потепление климата. Коллеги, только не для меня, для себя поставьте. Вы же хотите получить реальную, безусловую пользу? Поэтому, пожалуйста, поставьте минусы для, не для меня, для себя. И вот тогда вы, друзья, получите реальную пользу из практических инструментов, которые и сможете сегодня взять и внедрять. Спасибо, опять же, Битриксу. Итак, следующий шаг. Друзья, следующий шаг для того, чтобы вы, кроме того, что помните, там, оклады, перемены и так далее, следующий шаг прописать все регламенты и процедуры, чтобы у ваших сотрудников не было вот этого, я не понимаю, кто за что отвечает, я не понимаю, кто что должен делать. Это, кстати, еще одна из любимых отмазок, которые вы часто наверняка слышали. Друзья, поставьте шестерки те из вас, кто слышали великую королеву отмазок всех времен и народов. А, кстати, у меня в этой книге есть эти отмазки тоже. Кто слышал великую отмазку? Мне не сказали. Друзья, поставьте шестерки те из вас, кто слышал самую главную отмазку всех времен и народов. А мне не сказали, а мне не предупредили, а мне не передали. А вот это он виноват, А вот это она, а вот это, а ла-ла-ла и тому подобное. Так вот, можете записать еще одну мою любимую фразу. Лучший способ бороться с отмазками состоит, как вы думаете, в чем? Друзья, какой лучший способ победить отмазки? Коллеги, какой лучший способ победить отмазки? Вот эти отмазки, почему нет продаж? Плохая погода, штрафы не работают. Ирина, Михаил сказал, что в конце будет блок вопросов-ответов. Пожалуйста, вот в конце задайте вопрос. Я утверждаю, что штрафы не работают. И я это докажу. Так вот, какой лучший способ Diage Group говорит продавать самому? И в результате вы скатитесь к тому, что опять не бизнес на вас будет работать, а вы будете работать на свой бизнес. Марина, премию уволить, не принимать, писать регламенты, процедуры с назначением ответственных. Вот молодец, Сербин, очень хорошо. Первый шаг, который вы должны сделать, прописать хотя бы 4 основных процесса. Продаж, маркетинга, производство продукта или услуги и управление финансами. 4 основных процесса. И, друзья, Михаил говорил о том, что в конце сегодняшнего вебинара будут для вас призы, будут подарки. Соответственно, давайте-ка я, наверное, Михаилу вышлю несколько примеров этих самых регламентов и процедур. И вы увидите, что в этом нет ничего астрономического. Это просто правило игры. Это вы на листе бумаги прописываете, кто с кем как взаимодействует. Например, продажа. Начиная от того, какие входящие лиды, как маркетолог генерит лиды, кто их подхватывает, не позже какого звонка, с каким голосом отвечаем и тому подобное. А, друзья, кстати, напишите плюсики те из вас, у кого есть девочка на ресепшене. Анжей, к сожалению, процент от выручки тоже не всегда работает. И это я тоже позже расскажу. Друзья, пожалуйста, у кого есть девочка на ресепшене? Ага, прекрасно. Вот, очень хорошо. Ольга, KPI сами по себе не работают, хотя это, конечно, очень хороший инструмент. Так вот, давайте про девочек на ресепшене. Вот это моя одна из любимых тем. Пример. Вы думаете, что если вы дали девочке на ресепшене там какую-то премию, то она, соответственно, будет напрягаться. Да я холоболела девочке на ресепшене вообще больше продавать. Потому что у каждой девочки на ресепшене у нее в голове только одно. Почему он меня вчера в кино пригласил, а сегодня не звонит? Ну, потому что у вас же большинство девочек на ресепшене, это 21-25 лет, друзья. Они принципиально заняты другими задачами. Ну, соответственно, для того, чтобы она занята была главным делом, а именно участвовала в процессе зарабатывания денег, поэтому, друзья, и прописать процесс, и у девочки на ресепшене в том числе должно быть прописано, каким голосом, какой скрипт, как она делает и за что она зарабатывает деньги. Например, два я вам предлагаю цифровых показателя, за что отвечает девочка на ресепшене. Первое, это как она из звонка сделала запись, запись, например, если у вас стоматология или салон красоты, запись на какой-то день, на какой-то час. И второе, как она с помощью каких процедур привела этого человека в это время и посадила его в кресло. Вот два ее цифровых показателя, и это все, друзья, проценты, это все конверсии. Итак, Марина раздает звонки, но она может раздавать звонки, которые приводят к сделкам, а может, знаете, вот это, отдарабанила, и после этого, ладно, я подумаю. Кстати, кто слышал вот эту адскую фразу всех времен и народов? Я подумаю, я подумаю. И кто, друзья, кто слышал про я подумаю, вот эту фразу, я подумаю. Так, Раиса, да-да-да-да. Я подумаю означает, что у вас никогда ничего не купят. Раиса, я рассказываю о своей практике, я рассказываю о своей боли, о том, с чем я сам каждый день сталкиваюсь. И, кстати, друзья, я вам очень советую, те из вас, у кого есть продажи по телефону, поставьте пятерки, у кого есть продажи по телефону, друзья, у кого есть продажи по телефону, поставьте, Дмитрий, это тоже, в принципе, вариант, да. Так вот, знаете что, каждый вечер начинайте слушать звонки ваших сотрудников. Очень полезно. И я вам гарантирую, вы начнете слушать звонки ваших сотрудников, знаете, что первое произойдет? У вас начнет кровь из ушей литься. Потому что вы услышите такое количество безумия, вы услышите такое количество невовлеченности, незаинтересованности. Но это не значит, что надо будет на следующий день кого-то увольнять. Пожалуйста, не надо никого увольнять. Запишите еще фразу Мариновича. Не делает учим, не делает систематизируем, не делает мотивируем, не делает расстаемся. Давайте еще раз. Не делает учим, не делает систематизируем, не делает мотивируем, не делает расстаемся. Да, 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 Лилия, правда. Начинайте слушать звонки ваших сотрудников. И вы тогда поймете, где сейчас сливаются такие драгоценные лиды, и где у вас получается вот эта самая муда. Помните в самом начале, да, муда, неэффективное расходование ресурсов. Поэтому прописываем регламентные процедуры. Значит, сказал Михаилу, образцы вышлю, соответственно, вы увидите, что это очень простые вещи. Да, Ольга, корректировать правильно, но только корректировать не бла-бла-бла, потому что это все мимо ушей, а в процессе прописать, после этого провести обучение Ольга и тогда, да, контролировать. Теперь, что же это значит? Это значит, что я вас приглашаю к тому, чтобы вы занимались тем же, чем вы занимаетесь сейчас, когда вы с утра до вечера. Внимание, только, друзья, честно, не для меня, для себя. Я сейчас вам дам, как это у вас происходит, а вы поставьте плюсы, кому это знакомо. Каждый день звоните, пинаете, рассказываете, показываете, мотивируете, улыбаетесь, обещаете, звоните, написали, напомнили, показали. И вот так каждый день с утра до вечера, каждый день с утра до вечера. Вот такой, сто руки, сто ног. Этому послал, этому напомнил, этому сказал, этому улыбнулся, этого пнул, этого наругал, этого похвалил, этого замотивировал. Это ад. Друзья, это ад. Если, ну, если вам нравится продолжать в таком же духе, ну, вперед. Но вы помните, в самом начале я спросил, сколько будет изменений? Если вам нравится, то, пожалуйста, продолжайте. Только понимаете, какая штука. Оксана, то, что вы написали, это значит, что вы зависите от этих людей. Помните, да, у нас будет в конце блок ответов и вопросов уже скоро, и я на него, соответственно, на ваш вопрос в том числе отвечу. Так вот, друзья, для того, чтобы прекратить этот ад, это, помните, шаги. Уйти от окладов. Второе, ввести всех в премиальные, в бонусные схемы, в проценты. Сделал, заработал. Следующее, прописать процессы и автоматизировать контроль этих процессов. Вот тогда, друзья, вы и сможете заниматься развитием, и тогда вы сможете понять, что ваши ресурсы не сливаются. Что такое автоматизация, контроль и исполнение процессов? Друзья, все вы помните, что у вас мама Марина есть. Это неправда, что сложно найти нормальных продажников. Марина, это неправда, это вранье, и я это докажу. Они есть. Другое дело, что они не у вас. А то, что они не у вас, это значит, что вы неправильно делаете процесс найма, обучения, мотивации и ротации. Вот, пожалуйста, четыре вещи, которые вы должны делать для того, чтобы... Нет, Роман, ни хрень. Кроме того, что вы дадите 100% мотивацию на премию, на проценты, это может не работать, потому что, оказывается, у человека в голове отсутствует зарабатывать деньги, а он ждет, когда вы будете ему что давать деньги. Он будет что получать деньги. Давайте, друзья, возвращаемся. Про культуру контроля. Слушайте, вспомните, ведь вам было когда годик, два, три, четыре, вас мама учила. Оксана, замечательно, главное желание зарабатывать. Прекрасно, но если человек еще и не умеет зарабатывать деньги, если он не умеет продавать, то вы на одном желании далеко не уедете. Хотя, конечно, это уже прям очень важно. Например, можете записать из двух вопросов «хочу», «могу», из двух слов «хочу», «могу». Как вы думаете, какое для меня слово важное? Вот я смотрю на человека и думаю, какое для него главное слово «хочу» или «могу», «хочу» или «могу». Вот как вы думаете, какое для меня главное слово? Друзья, напишите «хочу» или «могу», 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 «хочу» или «могу». Другое дело, что это должно быть систематическое знание, которое, друзья, нам нужно автоматически контролировать. Потому что помните, нас мама учила чистить зубки. Сейчас уже все, вы уже большие мальчики и девочки, и мама вам не напоминает, что каждое утро и вечер надо чистить зубки. Но это у вас уже залилось под корку, и у вас есть культура гигиены, культура чистоты зубов. Вот здесь ровно то же самое. Вам нужно в компании создать культуру контроля, потому что вы можете сколько угодно великих людей нанять, но, в конечном счете, если вы не будете контролировать их исполнение регламентов, процедур и процессов, то это просто станут великие герои, которые замкнут всех клиентов на себя, и вы будете от них зависеть. Опа! А ну, друзья, поставьте шестерки, кому знакома ситуация. У меня великие продавцы, клиенты хотят работать только с ними, я от них завишу, я не могу его уволить, потому что он уйдет и клиентов заберет. Па-бам! Вот как это работает. Так вот, для того, чтобы этого не было, друзья, вы и обязаны контролировать исполнение процессов. Причем это, знаете что, это должно быть у вас на подкорке. Это может быть Excel, это может быть CRM-система, любая, любая, причем, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, любая CRM-система. Главное, чтобы у вас была культура контроля исполнения бизнес-процессов. Почему я здесь, почему я принял приглашение Михаила выступить им на Битриксе? Потому что у Битрикса есть две очень важные функции. Первое, там можно выстроить контроль исполнения процесса продаж. И второе, там есть таскер. Друзья, таскер – это великая вещь, потому что вы, когда начнете пользоваться таскером, что такое таскер? Ну, задачник. То вы перестанете, как вот эти кольца Сатурна гонять вокруг головы. Так, вот это не забыть, вот это не забыть, вот это вот вспомнить, вот это. Вы там теперь сможете зафиксировать задачу, даже если это нестандартная, внепроцессная задача. Фантастика. Татьяна, вы прекрасны. Татьяна прямо так говорит, а я так вообще ушла с клиентами. Поэтому Виктория Попова, Мурат Барамкулов, Владислав Рогов, Валентина Рогова и другие. Если вы не хотите, чтобы у вас вот такие вот, как Татьяна, ушла с клиентами, вот именно поэтому еще раз всех перевести на премии, на цифры. Второе, прописать процессы и автоматизировать контроль через CRM-систему. Помните, да, есть CRM-система, есть бизнес, нет CRM-системы, нет бизнеса. Таскер – это задачник, который есть в B3C и в котором вы можете фиксировать нестандартные задачи, друзья. Потому что у вас, конечно, 80% ваших задач, это повторяющиеся задачи, одни и те же, одни и те же процессы, которые надо ритмически контролировать и исполнять. Что в охотничьих продажах, что в фермерских продажах. Но у вас есть еще и нестандартные задачи. Друзья, поставьте, кстати, пятерки те из вас, у кого есть набор нестандартных задач. Ну, например, запуск нового продукта, выход на новую территорию. Там еще не отработаны процессы. Сегодня парень, очень крутой парень Тим Вернон в Петербурге прислал мне сообщение о том, что он готов, чтобы я зашел в его бизнес. И это нестандартная задача, потому что каждый раз мой заход в какую-то компанию, спасибо, друзья, заход в компанию – это набор процедур стандартных, но там еще есть несколько нестандартных подходов, которые я в себя фиксирую в Таскере. Например, нестандартная задача в конкретном случае с Тимом Верноном. Он делает очень классные штаны. Я за деньги попрошу, чтобы он мне сшил костюм, потому что я должен лично сам убедиться в качестве этого продукта. И я себе поставил задачу на следующей неделе с ним договориться, чтобы он меня примерил, чтобы он сделал костюм. Я ему заплачу за этот костюм, потому что то, что я продаю, я должен быть уверен в этом продукте, в качестве этого продукта. Вот так это, друзья, работает. Поэтому, еще раз, если вам нравится каждый день, как белка в колесе, как сто руки и сто ног, этому послал, этому сказал, этому напомнил, этому написал, этого поругал, этого пнул, этого похвалил, ну, продолжайте. Если вы хотите развиваться, то, друзья, те из вас, у кого есть инженерное мышление, или те из вас, кто, друзья, в принципе, обладает логикой технического мозга, ответьте, пожалуйста, на мой вопрос, на очень простой вопрос. Он так звучит. Какая деталь является критической для пропускной способности системы? Что определяет пропускную способность системы? Друзья, что определяет пропускную способность системы? Коллеги, узкое место. Сергей, молодец, круто, абсолютно точно. И теперь следующий вопрос. Кто в ваших бизнесах сейчас, друзья, является самым главным узким звеном системы? Друзья, кто в ваших системах, кто в ваших бизнесах сейчас является главным узким звеном системы? Продажники, Никита? Нет. И, друзья, продавец? Господи, как же вам хочется переводить стрелки, как же вам хочется, чтобы кто-то был виноват. Вот, молодец, Юрий, крутой, молодец, собственник, молодец. А, 88.0337. Правильно сказал? Светлана, молодец. Руководители, правильно, абсолютно. Я, я являюсь узким звеном системы. Почему? Потому что не структурирую, не систематизирую контроль, потому что у меня до сих пор нет CRM-системы. И да, я понимаю, что когда вы начнете внедрять CRM-систему, ваши сотрудники вам скажут вот эту адскую фразу. Кстати, кто слышал эту адскую фразу? Так мне отчеты писать или работать? Друзья, напишите, кто слышал эту фразу? Так мне отчеты писать или работать? Потому что наверняка вы уже что-то пытались, какие-то процессы прописывать, хотя бы в Excel как-то это все. Вон, Диана Болдина такая. Так вот, друзья, знайте, до тех пор, пока вы не начнете систематизировать бизнес и вы не будете автоматизировать контроль исполнения процессов, не будет вам никакого развития. И будете вы всю жизнь толкаться на своих там 100 тысячах в месяц. Если вам это устраивает, если вам это нормально, ну, пожалуйста, я же не могу вам запретить, если вам это комфортно. Но если хотите развиваться, других вариантов нет. Так, что надо прочитать? Давайте сначала посмотреть. Основатель, фильм-основатель 16-го года. Кто согласен, что это крутой фильм, поставьте семерки. Друзья, кто согласен, что это крутой фильм, поставьте семерки. Чтобы у всех остальных было действительно, вот, пожалуйста. Следующий, 11-й год, фильм «Человек, который изменил все». «Человек, который изменил все», «Маннибол» еще название. Там, кстати, играет Брэд Питт. Очень классный, очень крутой фильм. Про что эти оба фильма? Друзья, про что эти оба фильма? Что, в одном случае про Макдональдс, В другом случае про спортивный бизнес? Нет. Про что? Точно, про продажи. А теперь Ирина Сорокина, ответьте, а про какие продажи? Какие продажи? А посмотрите, Марина, это очень крутой фильм и для вашего бизнеса будет очень полезно. Какие продажи? Систематизированные, управляемые, контролируемые, чтобы вы не зависели от этих людей. Я достаточно много времени уделил систематизации. Цифры, процессы, СРМ-система, контроль, таскер. Все, с этим понятно. Михаил, сколько у меня еще есть времени? Есть у меня еще 5 минут, чтобы я рассказал еще несколько важных вещей? Михаил. Да, у нас есть 5 минут, можно несколько важных вещей, можно несколько важных вопросов. Давайте, давайте, несколько важных вопросов. Мы хотели в процессе ответить на два вопроса про штрафы, работают, не работают, и про зависимость от людей. Что это такое, как из нее выйти? Поехали. Значит, штрафы. Друзья, я принципиально не ввожу никаких штрафов, потому что я не хочу работать с людьми, которых мотивируют штрафы. Ну что это такое? Ну штраф. Это же мотивация, она штраф. Я не хочу работать с людьми, которые работают, потому что они боятся потерять 500 рублей. Это мне богопротивно. Ну просто, это для меня невозможно. Я хочу работать с теми людьми, которые хотят зарабатывать, которые хотят зарабатывать больше, и чтобы мне не пришлось их пинать. А действительно прописать процессы и ввести в СРМ-систему и контролировать процесс, научить их современным продажам – это моя обязанность. И если вы так, друзья, сделаете, то вы увидите, что штрафы вам не понадобятся. Потому что я могу сказать, почему вы сейчас ввели штрафы. Потому что вам больно от того, что люди чхали на ваши цели, на ваши планы. И ведь штраф – это отражение вашей боли. Поэтому, когда вы систематизируете бизнес, простроите контроль через СРМ-систему, у вас, во-первых, вызовут продажи, во-вторых, пропадет необходимость в штрафах. А второй вопрос какой, Михаил? А второй вопрос – про зависимость от людей, от продажников. Значит, смотрите, я уже выше об этом говорил, и там даже была барышня, которая прямо призналась, что она ушла и клиентов с собой ввела. Михаил, ты согласен, что это трэш? То есть человек конкретно признается, а я ушла и клиентов с собой забрала. Так вот, друзья, собственники, если вы не хотите, чтобы у вас вот такие сотрудники, герои уходили, ваша задача состоит в том, чтобы, внимание, запомните и запишите, чтобы ваши клиенты работали не с человеком, а с системой, с компанией. Понимаете меня? Друзья, например, мой счет в банке. Так вот, я работаю в банке не с тем человеком, который меня ведет, а я работаю с этим банком, потому что продукты этого банка, сервисы этого банка, они меня устраивают, они очень качественные. А какой там человек работает, мне вообще все равно. А теперь, почему удалось этому банку так выстроить? Да именно потому, что были прописаны процессы, и потому что он работает, понимая, что каждый его шаг контролируется через сервис систему. И поэтому этот банк может быть спокоен, что какой-то менеджер уйдет и типа клиентскую басу с собой введет. Да никто ничего не уведет, потому что работаю еще раз, я не с человеком, а с системой. Поэтому я и топлю за цифры, за процессы, за внедрение сервис системы, за автоматизацию контроля. А да, найти тех людей, которые могут показывать героические результаты, это одна из ваших задач, у меня были такие. И давай напоследок я расскажу историю. Давай? Да. Вот чтобы вы понимали, что я не только жестокий акулокапитализма, который процессы, цифры, сервис системы, но я еще человеческий человек. В выгоде у меня был такой парень, Саша Григорьев. Слушай, он показывал, ну не знаю, ну наверное 20-25-30% от всех продаж. При том, что у меня было там 11 продажных. Знаешь, такой гений продаж. Михаил, наверняка у тебя есть такие, да, ну там, ну бывает, человеку жжет, вот прям нравится, горит ему. Слушай сюда. Поехал парень в Киев, это было в 13-м году, поехал парень в Киев, хорошая погода, идет по Крещатику, ему навстречу гарна девчина. И он, представь себе, Михаил влюбляется. То есть в наши циничные времена, оказывается, люди умеют влюбляться с первого взгляда. Вот, приезжает в Петербург и продажи у него, знаешь, такие, пошли вниз. Ну понятно почему, потому что он здесь продает, а там его гарная девчина идет по Крещатику и местный Микола к ней, ну, бублики подкатывает. Понимаешь, да? И я такой думаю, йо, что же делать? И вот, друзья, чтобы вы понимали, почему я и сказал, что мотивация не все решает. Потому что если бы я ему сказал, например, теперь у тебя будет не там 7% продаж, а 15%, доехала, болела, потому что у него голова другим забита. Что я сделал? Я его девушку привез в Петербург, я ей помог сделать вид на жительство, я ей сделал разрешение на работу. Мало того, я ее взял на работу. И мало того, в понедельник, когда она вышла на работу, я у него при всех спрашиваю, видишь, вижу, любишь, люблю, давай. Ну, продажи так, йи-и-и, пошли вверх. Но для меня, Михаил, это был сигнал, что я завишу от Александра. И вот тогда я в первый раз очень круто положил себе в голову, теперь всегда прописывать процессы и автоматизировать контроль через CRM-систему. Поэтому, друзья, финализирую моя книга «Что делать, когда у вас начинается бизнес». Вы получите тот из вас, кто сегодня, прямо сейчас, друзья, чтобы вы понимали, все, вот кто сегодня сделает заявку, сегодня сделает заявку на консультацию по CRM-системе Bittrex, тот получит от меня очень практическую, здесь просто 300 страниц практического смысла для развития бизнеса. И знаете что, друзья, я вам скажу по секрету, мне даже не важно, что из этого вам зайдет, главное, чтобы вы сделали первый шаг. Первый шаг от избавления зависимости от человеческого фактора. Внедрите CRM-систему, и за эти полгода вы минимум на 25-30% вырастите. А если у вас еще есть совесть, так вы мне еще и 31 декабря пришлете ящик чистой воды, потому что ничего другого я не пью. Потому что то, что я сегодня сказал, то, что я сам делаю, то, что у меня работает, а значит и у вас тоже сработает. Михаил, спасибо вам большое. Большое спасибо, Владимир. Друзья, в чатике, пожалуйста, поблагодарим Владимира за то, что он сегодня делился с нами полезной информацией. Поставьте, давайте продолжим историю с цифрами, поставьте 4, если это классно заходит, и вы из этого что-то вынесете дальше. Я про первый шаг очень согласен. Я видел эту грустную статистику в 3-2, иногда 1%, и всегда очень надеюсь, что мы отличаемся. И не 3-2, а 1%, а хотя бы 10% из наших аудиторий и слушателей сделают действительно первый шаг. Это несложно. Мы сейчас порассказываем, что шаги не заоблачные, они достаточно простые. Владимир, спасибо огромное. Доброго дня, друзья. Главное, делайте. И будет вам увеличение продаж. Пока. Спасибо за это. Друзья, небольшая передышка у нас между спикерами, я ее чуть-чуть заполню. Владимира мы отпускаем, и сейчас, как мы говорили во второй части сегодняшнего вебинара, мы будем говорить практически на примере инструментов, какие действия нужно делать, что нужно контролировать, какие показатели продажи и действия еще раз дадут вам результат внутри. Будем показывать на примере сервиса Bittrex24, Bittrex24 CRM. Я в эфир сегодняшний приглашаю второго нашего спикера Николая Белоусов. Николай, выходи, пожалуйста. Николай сегодня с двух сторон будет присутствовать у нас. Он, с одной стороны, интегратор и руководитель компании, которая помогает бизнесам пройти через путь внедрения CRM, настроить свои процессы и быть лучше. А с другой стороны, сам пользователь как бизнес второй. Николай, привет тебе большое. Да, привет. Коллеги, как меня видно, слышно, все окей? Так, а презентацию я буду листать или ты? Презентацию я тебе сейчас включу и могу немножко поли... Давайте прям коротко обо мне, листни. Меня зовут Николай Белоусов. Тут, наверное, у вас наши видео и чуть замазано. Я совладелец одного из ведущих агентов по внедрению CRM в Bittrex. Мы занимаемся этим там три года на рынке и порядка 250, наверное, проектов в различных отраслях мы сделали. Но пришли мы в этот бизнес не с точки зрения большинства интеграторов, а с точки зрения реальных пользователей, когда у нас была личная боль. То есть у меня есть второй реальный бизнес, это классическая артовая торговля. У нас есть два шоурума там в Москве и в Самаре. Мы торгуем террасной доской, строим строительный объект, есть B2B отдел. В общем, это все не эфемерно. Это вот что было там у меня. Потом я это сделал себе и это классно заработало с точки зрения предпринимательства и конечной пользы. Потом пошел в рынок Bittrex и сказал, ребята, у меня вот есть опыт, я могу с вами поделиться. За счет вот этого прикладного опыта мы довольно сильно выросли, входим в десятку лучших по Bittrex сейчас в России. Но сегодня речь будет не про это. Я, по сути, операционный директор, антикризисный управляющий. Я вот, наверное, большую часть не с Владимиром, который до этого рассказывал. Я, наверное, все-таки приближен больше к вам, потому что у меня такой бизнес, он довольно мелкий еще, да, по статистике Росстата. То есть у меня работают там 50-60 человек в совокупе. Я вот такой парень, который каждый день нажимает на какие-то рычаги и все это с нуля выстраивал. Ну и, по сути, считаю себя экспертом в области построения процесса в B2B и B2C компаниях с циклом сделки больше пяти дней. То есть это классический бизнес. Мне интересно, чтобы было сегодня продуктивно, у меня есть основные тезисы. Я прямо вам пошагово дам инструкцию, покажу с экрана, как это работает, что надо сделать, чтобы повысить продажи или как минимум сохранить спрос. Да, сейчас Михаил, секунду. Мне очень важно понять, кто сегодня по ту сторону экрана. Я прошу вас написать сферу деятельности и количество человек, которые у вас работают. Типа там строительство 50 человек или, не знаю, там, розничный магазин цветов 10 человек. Маркетинг, услуги 10 человек, выставочная компания, флористик 148, IT 5, оснащение ресторанов, хостел, реклама, клининг. Много знакомых сфер. Я тогда буду показывать сегодня на примере своего бизнеса, не битриксового, а обычного, где продажи, B2C и B2B. И попробовав на какие-то конкретные кейсы разобрать, чтобы вам было полезно. То есть я сегодня еще раз говорю не про теорию, я сегодня покажу, как это работает, вы задаете вопросы, я говорю, как я сделал так, чтобы через неделю заработало у вас. Давай, Михаил. Что будет сегодня? Про что я расскажу? Первое, сегодня будет, мы разберем одно главное действие, которое надо сделать, чтобы увеличить продажи на 30% и больше в разрезе там ближайших 6-12 месяцев, или как минимум не упасть, да, хотя бы вот в этот кризис. Второе, это будет, объясни, пожалуйста. Второе, я расскажу, что должен контролировать ROG в руководстве взяла продаж в CRM-системе. То есть мы ее рассмотрим с точки зрения менеджера, как она ему помогает, и что смотреть с точки зрения ROG, какие там цифры, показатели, фильтры и так далее. Если ROG нет, то что смотреть вам, если у вас компания небольшая. Дальше. Третий блок, мы довольно быстро разберем, почему сегодня самая эффективная и самая ценная штука – это время, и почему время менеджера по продажам – самый ценный ресурс, куда его категорически нельзя тратить. То есть тут ребята писали вопросы, что делать с продажами, когда спрос спал, или как у нас тема называется, дословно я забыл. Работать эффективнее, кто-то написал, на самом деле это правильно. И самое главное – это время, это самый эффективный ресурс, который можно потратить даже не деньги, и даже не лиды, и не маркетинг. Ну и последнее, Михаил, давай, там у меня будет бонус, тоже небольшой. В конце я сегодня разберу вот эти три вещи. Первое – это про коммуникацию мы поговорим, второе – про контроль с точки зрения руководителей, и третье – это про время, про автоматизацию. И еще есть много всяких механик и инструментов, прикольных мелких штук, которые мы с точки зрения опыта наковыряли. Мы все это оформили в инструкцию с подробным описанием, и бесплатно вам всем ее сегодня отдам, пользуйтесь. Там есть такие штуки, которых вы нигде не найдете, это вот чисто то, что мы сами, как это, сами с точки зрения опыта все сделали. Погнали. Так, мне надо включить мой экран, наверное, да, и я покажу тезис на крутой презент. Да, спасибо, Елена. Да, переключи демонстрацию, да. Да, я сейчас включу. Короче, вот оставь этот слайд, наверное, мы его… ну, я к нему буду возвращаться. Первое, про что я хочу сегодня поговорить, это какое действие увеличивает конверсию в продаже. Самое, на самом деле, простое – это сделать единую оцифровку коммуникаций. Сейчас я перевезу на простой язык. Миш, как появится моя демонстрация, скажи мне. Да, есть, я вижу. Есть, отлично. Вот, смотрите, давайте сразу, например, это Битрикс. Это Битрикс, моей второй компанией, где мы торгуем циражной доской. Повторю, что это обычная классическая продажа, то есть человек приходит в шоурум, что-то выбирает, мы ему отгружаем, либо это B2B какой-то дилер, либо строитель, либо еще кто-то, где у нас объектные поставки. Не суть. В каждую компанию, вашу в том числе, если у вас есть особенно digital, там, маркетинг, digital traffic, каждый день приходят обращения. Это звонки, это почта, это мессенджер. Написали вам в Инстаграм, написали на почту, написали в WhatsApp, позвонили, отправили письмо, оставили заявку на сайте, в онлайн-консультанте на сайте еще откуда-то. И это огромный поток информации, который приходит в разные места. И если у вас нет единого электронного оцифровки, куда это приходит, в одно место, то в среднем показатели по рынку, что от 30 до 55% заявок любая компания просто теряет. Просто из-за человеческого фактора. Позвонили в обед, никто не взял трубку. Позвонили в выходной, позвонили, была вторая линия, менеджер не перезвонил. Написали запрос на почту, на какую-нибудь инфу или заказ, который на сайте. Менеджер открыл это письмо, его отвлекли, он забыл ответить, ушел, пришел, все, ленту уже пролистал, как бы просто письмо осталось без ответа. И таких там написали в Директ, в Инстаграм. И таких вот запросов постоянно приходит очень много. То есть есть такое понятие, как потерянные звонки. Потерянные – это которые не пропущенные, а которые потерянные… То есть был звонок входящий, это в IP-телефонии, для тех, кто продвинутый, можете посмотреть. Пришел звонок входящий, по которому в течение недели вообще не перезвонили. То есть вообще общения даже не было. И вот таких потерянных звонков в среднем по компаниям 7-12% только звонков. И я к чему клоню, что первое, что на самом деле надо сделать, это не нанимать каких-то там суперменеджеров, менять мотивацию, писать скрипты продаж, выстраивать какие-то суперсложные процессы. Вы просто возьмите то, что уже есть у вас, и просто это сделайте эффективным. Просто перестаньте терять. Как это сделать? Ну, на примере того же Битрикса, да, вот это вот классическая воронка продаж. То есть одна карточка – это один заказ или одна заявка, которая вот там по своей этапности, от этапа к этапу к договору и к деньгам приближается. И вот сюда у нас подключены все каналы коммуникации абсолютно. Даже офлайн коммуникации, типа выставок, сюда можно загнать, я могу рассказать пример. Чтобы это фиксировалось автоматически, чтобы это нельзя было удалить, потерять, забыть, испортить, что-то с этим сделать. Вот пример, смотрите. Вот мой сайт, один из, у нас их, по-моему, 7 или 8 сейчас. Обычный опросник, я нажимаю «Рассчитать», как это работает в жизни, да, то есть вот все в режиме реального демо. Дальше я как клиент заполняю здесь те вещи, которые меня интересуют, это характеристики товара. Свет, какую-то фактуру, вот такой доской мы торгуем. Меня зовут Николай. У меня будет телефон, допустим, какой-то там телефон. И у меня будет почта. И многим из вас, у кого вот такая штука есть, это приходит либо на почту, либо в Telegram какой-то там, в WhatsApp-бот или еще куда-то. И это все, как правило, теряется. Вот я отправил заявку. Вот последнее у меня то, что здесь, это входящее было письмо от Voodoox. Это наш поставщик. Я сейчас обновлю систему. Вот эта заявка 8 секунд назад здесь появилась. То есть в чем смысл? Это произошло автоматически. Мне не надо ничего делать. Здесь сразу подгрузилась карточка клиента. Здесь подгрузилась вся информация, которую клиент заполнял на сайте. Тут еще, если у вас там есть маркетинг, сюда подгрузятся UTM-метки, кто знает, что это такое. Короче, вся информация, она автоматом. Клиент добавился в базу, сразу сюда, в CRM. Его нельзя потерять, его нельзя удалить, его нельзя забрать, вот как менеджер, когда уходит. Ну, конечно, можно все забрать, особенно русский человек точно все сделает. Но глобально это точка, как это, это сильно сложнее сделать просто. Больше геморроя. Поэтому они будут делать этого меньше. Вот, все, пришло автоматически. И если обратить внимание, нам заявки приходят иногда, там, вот, вчера в 12 ночи, в час ночи кто-то оставляет, звонят там в час ночи. В час ночи вам эту заявку потеряете. Все здесь. То есть у нас приходит 107 заявок на одного менеджера в месяц, и мы ни одного не теряем. Это все фиксируется. Поэтому главный тетис, как сделать так, чтобы продажи подросли, особенно низкий спрос, повысить эффективность. Повысить эффективность как? Надо оптимизировать то, что есть. Что есть? Текущий ваш входящий поток. Как сделать так, чтобы он не терялся, просто все это дело оцифровать. IP-телефонию в Битрикс можно подключить, любой сайт с Битриксом можно интегрировать, любую почту в Битрикс можно интегрировать, практически любой мессенджер в Битрикс можно интегрировать и так далее, и так далее. Я несложно объясняю, вы дайте мне обратную связь. Сколько у вас в Битрикс 2? B2C и B2B. Это очень простая идея, но почему-то многие этого не делают. То есть у меня был один кейс, когда мы внедряли уже по второй моей компании, где мы Битриксом занимаемся, ребятам в CRM-систему. Они занимаются продажей оборудования из Китая, там линии по 20, по 30, по 50 миллионов стоят. И когда мы внедряли, мы интегрировали сайт и поняли, что последние 4 месяца заявки с сайта никуда не приходили. То есть просто я там нашел вебизор, мы зашли в аналитику сайта, видели, что люди на него заходят, пишут комментарии, там туда-сюда и так далее, и так далее. Мне нужна такая-то линия туда-сюда, нажимает кнопку отправить, и мы просто не нашли, куда эта заявка приходит. Ну то есть вот человек просто этого не знал. А там линии типа, ну говорю, там средний чек 20-30 миллионов. Вот. Это самое простое. Второе. Про руководителя я говорил. И вообще, какой смысл CRM-системы? Так, смысл CRM-системы следующий, с точки зрения менеджера, опять же. Когда сюда пришли все заявки автоматически, да, их нельзя потерять. Дальше есть такое понятие, как следующий шаг. Ну вот бизнеса, где не розница, то есть где не быстрый цикл сделки, это не совсем применимо в e-commerce и где интернет-магазины. И в розницу, где человек зашел, положил в корзину или сказал мне вот это вот с витрины 2 и вот того 3, и как бы пробил на кассе и ушел. Там чуть другая механика, если время останется, расскажу. Но вот в любой бизнес, где вам звонят, просят коммерческие предложения, счет, приходят в шоу-рум думать и так далее, где цикл принятия решения от момента контакта с вами до момента покупки больше там 3-4 дней, у кого-то это год и два иногда бывает, то вот эта штука ключевая, о которой я сейчас скажу, это понятие следующего шага. То есть смысл в чем? Когда у вас 100% заявок в битрикс пришло или там в CRM-систему, то у вас каждая заявка, по ней должен запланировать быть следующий шаг. Это конкретное действие, которое ведет эту заявку к следующему статусу. Нам не нужно, допустим, когда мы провели квалификацию, как в нашем случае получили исходные данные, то есть исходные данные, когда нам человек чертеж скинул, нам не надо сразу с этого момента ему продавать. Нам надо перетащить его на следующий статус. Следующий статус – это посчитать проект, сказать там, сколько это стоит и оформить там нормальные коммерческие предложения. Потом уже отправить, потом уже возражение обрабатывать. То есть смысл следующего шага, он ведет на следующий этап воронки, который, в свою очередь, ведет к деньгам. И CRM-система сделана всего лишь для этой вещи, чтобы каждая заявка заканчивалась либо результатом. Результат – это нужный нам на данном этапе. Назначенная встреча, деньги на счету, выставленное коммерческое, что-то конкретное, что нужно нам. Второе – это отказ. Отказ, когда человек ни при каких условиях у вас не купит. 95 или 97% случаев – это всегда перенос. Перенос – это, да, отправьте коммерческий, я подумаю, да, перезвоните, сейчас неудобно, не взяли трубку, генерального нет согласовать не можем, давайте попозже. Вот, и так далее, и так далее. Есть сейчас звук, что нормально? Откликается то, что я говорю. Кто в B2B работает, вы меня 100% понимаете. Вот, отлично. И 97% – это перенос. Перенос опять заканчивается результатом, отказом или переносом, который опять заканчивается результатом, отказом, переносом. В чем смысл? В чем смысл CRM? То есть, когда у вас пришло 100% заявок автоматический, который нельзя потерять или выкинуть, после этого CRM вам поможет каждого довести либо до отказа, либо до переноса, либо до результата. Элементарный пример. Вот в той же доске, да, в далеком 14-м году звонит, значит, телефон. Здрасте, есть доска. Я еще в то время сам продавал, был 6 лет назад. Я говорю, есть доска. Он говорит, сколько стоит? Я говорю, 2000 метров. Он говорит, спасибо. Я подумаю. И положил трубку. Все. В 99% случаев в других компаниях это закончилось бы ничем. А у меня уже тогда был битрис. Он попал, я не знаю ни имени, ничего. Вот, я просто поставил, то есть, у меня как по логике, да? Пришла заявка, спросили цену, значит, он интересует. Значит, он должен либо купить, либо отказаться по понятной причине, либо я его буду как бы ввести, пока, ну, не будет или первого, или второго. Я ему через два дня перезвоню. Я говорю, там, здрасте, не знаю имени. Вы два дня назад интересовались там доской, скажите, актуально еще ли нет? Он говорит, а, что-то да, да, да. Я говорю, я понимаю свой следующий шаг, который меня ведет к деньгам, это привести образцы, ну, или там, встречу назначить. Я говорю, давай я тебе образцы привезу, посмотришь там. Да-да, нет-нет, как бы дальше решим. Вот, он что-то, ну, давай, ладно. Привожу, образцы отдаю, тоже следующий шаг. Я говорю, когда будете определяться с материалом, типа, ну, что в коммерческой, там, чертежи, не чертежи. Он что-то мялся-мялся. Короче, вот так вот мы с ним два месяца общались, он все время сливался, а я все время ставил следующий шаг. Кончилось все тем, что это оказалось в снабжении самой большой строительной компании в Самаре, где я на тот момент жил. И он искал эту доску, там, генеральному директору себе на дачу назовем. Доски это было, там, на 800 тысяч первую отгрузку. На следующий год было, вторую террасу он сделал себе на миллион триста. И вот сейчас прошло четыре года. Мы сейчас отгружаем его отцу, примерно тоже на полтора. Четыре миллиона со звонка с Авито, просто потому что перезванивал. Ну, то есть, просто я тупо сделал, ставил следующий шаг. Я не знал ни скриптов продаж, никаких там технологий, ни там супермотивации, у меня ничего не было. Я просто как-то тупо звонил по шагам. Мне в Битрексе было написано, надо позвонить, я звонил. Я закрывал, он говорит, надо встретиться. Я встречался. Ну, то есть, я как бы не супер умный, я туповат маленький, но очень упорный. И Битрекс, и Сиренка в этом помогают. Ну, вот вам результат. Внимание все любят, но это как один из серверов. Да что такое нет звука? Все есть. Нет, просто окей, сейчас. А, окей. Да, Андрей, обновитесь, пожалуйста, страничку, и там должно все появиться. У нас пропала демонстражка. Мы видим только картинку твою. А я отключу специально, все, я сейчас показываю. Теперь смотрим с точки зрения инструмента, механики, как это делалось. Есть демонстрация, Михаил? Вот, смотрите. Вот это наша доска, да, заявок, которая идет. Если мы то же самое отобразим списком, то у меня есть, ну, тут в Битрексе есть такая штука, которая называется дело. Дело – это как раз и есть следующий шаг. И если мы посмотрим вот заявки, которые уже, допустим, со статуса менеджера назначены, то есть которые взяли в работу, по большинству из них есть следующий шаг. Да, он может быть красный, когда он просрочен, но это означает, что менеджер не успевает, либо он загружен, либо филонит, надо разбираться. Но когда следующего шага нет, как вот здесь, вот видите, был недоступен, то есть была заявка, недоступен, скорее всего, и шага никакого нет. Все, вот вероятность, что мы этому клиенту продадим – ноль. То есть если британские ученые доказали, что если никому не звонить, то никто не покупает. Вот, очень просто. Поэтому по всем остальным, если в большей массе посмотреть, у нас там сколько сейчас в работе заявок, смотрю. Ну вот, 620 заявок сейчас, да, сделок проектов, по которым мы общаемся. И практически по каждому из них есть следующий шаг. Это жесткое правило, за которым мы всегда следим. Если нет следующего шага по каждой заявке, продажи не будет. Ну, а если клиент там сам не перезвонит, что бывает крайне редко. Вот. Это с точки зрения менеджера. То есть я должен смотреть, чтобы эти шаги все были. Второе с точки зрения менеджера и в чем битрикс мне нравится. Я могу это дело фильтрануть до сегодняшнего дня. Простыми словами, вот давайте мы сейчас рассмотрим, что я, допустим, какой-нибудь менеджер по продажам. Допустим, я Максим Шулебин. И я могу здесь выставить фильтры. Мы всех так учим, чтобы они так работали. Все шаги, то есть все дела, которые мне надо сделать до сегодняшнего дня. Я это дело вываливаю. И вот у меня такая картина получается. Мне до сегодняшнего дня... Нет, что-то, погоди, не то я сделал. А, не выполнил. Ну, вот такой фильтр надо сделать. Момент. Господа, все лайфстайл. Все как бы это... Лайф-демо, точнее. Лайфстайл. 75 шагов. Это что значит? Значит, что Максим, как менеджер, приходит, выгружает из своей головы весь лишний мусор, выдает вот такой фильтр и понимает, что ему до конца сегодняшнего дня нужно сделать 75 шагов. Шагом может являться задача, звонок, входящее письмо. То есть, когда мы сюда подключаем в битрю все каналы коммуникации, в том числе почту, телефонии и все остальное, все, что требует его внимания, оно будет тут, в одном месте. Что по этой сделке Максиму надо позвонить, по этой сделке надо квалифицировать клиента, по этой сделке... Вот давайте сейчас задачу тривиальную найдем. Я не готовился вообще, то есть я открываю, вот у меня люди работают каждый день. Получить точные расчеты и фотообъекты. Вот конкретная задача. И таких у него до конца дня 75. И так у каждого менеджера. А руководитель, у меня второй тезис называется про руководителя, что должен делать руководитель отдела продаж. Помимо того, что он должен, понятно, контролировать цифры, конверсии, слушать звонки, проводить обучение, мы сегодня говорим не про это, про это Маринович рассказывал, я бы сегодня про инструментарий. К примеру, руководитель должен, вот из этого пул сделок, их на всякий случай почти 700 у нас сейчас в работе, он должен выбрать вот такую штуку, называется дела, это как раз вот эти шаги. И, к примеру, выбрать нет дела. Вот это косяк. 1, 2, 5, 2, 3, ну где-то там 15-20 сделок из 600, по которым шагов вообще нет, это плохо. Тут должна быть идеальная картинка. Поэтому задача руководителя, как правило, смотреть, чтобы эти шаги были, чтобы они желательно не были просроченными. И на основании этого делать какие-то управленческие решения. Если они не успевают, значит, пересопределять нагрузку. Если их вообще отсутствует, этих шагов, значит, либо они где-то, не буду материться, короче, делают неправильно и филонят, менеджеры, я имею в виду, либо реально мы не успеваем, у нас суперперегруз, поэтому надо там добавлять еще ресурсы в виде людей и так далее. А менеджер, с точки зрения, как бы, он не думает, он не тратит свою энергию на то, что, а что ему сделать. Он заходит в битрик, заходит в мои дела, и система, если Роб, руководитель, правильно все сделал и там все как бы четко, то она ему сюда просто вываливает все, что надо сделать ему до конца дня. И он просто идет по списку, как в ежедневнике, и это очень эффективно повышает продажи. Один из примеров, там, на 4 миллиона я вам рассказал. Звонок был совет, кстати. Кто назначает конкретного менеджера по новой заявке? Марина, в зависимости от бизнес-процесса вашего внутри. Либо это Роб, либо это может делать, допустим, квалификатор. То есть у нас, конкретно у нас трафик приходит там со всей России, и мы квалифицируем, там, какой офис его обрабатывать, какое направление. И типа девочка говорит, здрасте, сейчас я это переведу на старшего, и она перераспределяет. Так, на вопросы я отвечу с удовольствием на все в конце. Третий блок, про который я сегодня хочу рассказать, про время, очень коротко. С точки зрения, опять же, там, инструментария Битрикса. Значит, в чем смысл? Ресурс времени сегодня максимально дорогой. Это самое дорогое, что может быть. Дороже, чем деньги, дороже, чем технологии. И если это время расходовать неправильно, особенно дорогих, крутых людей, которых еще днем со днем не сыщешь, да, или вы учили очень долго, абсолютно неэффективных. Ну, к примеру, в одной компании мы поняли в один момент, что, я говорю, а чего вы больше не продаете? Компания там большая, косметикой занимаются, холдинг там, ну, федеральный. А мы, говорит, ну, не знаю, давайте разбираться. Начали разбираться, я говорю, а сколько у тебя ключевые менеджеры звонков в день делают? 7, 1. Я говорю, а остальное время чего они занимаются? Они ищут, куда позвонить. Ну, то есть, они, понимаете, да, менеджер, условно, в Москве, который получает там 70-120 тысяч рублей, порядка 60% своего времени искал контакты в сети, там, каких-то дилеров или сети, салонов красоты или еще кого-то, чтобы позвонить и предложить свою продукцию. Он 60% времени тратил на пояс, проценту 20% на их обработку. 123 зарплаты. Бред. То есть, мы так прикинули, мы примерно одному менеджеру платили в месяц 1070 за то, что он ищет в интернете, куда позвонить. А я их был человек на тот момент. Я говорю, нормально вы, ребята, делаете. Может быть, базу какую-то там, ну, возьмем где-нибудь или дадим помощнику задание, соберем ее, загрузим в битрекс, они будут по ней просто звонить. А, ну, давайте. Ну, короче, вот так за один разговор мы там миллион в месяц сэкономили. Но речь не про это. Речь про то, как высвободить работу человека, особенно дорогого. Надо снять с него все непродающие функции. Первое, это мы можем это делегировать. Ну, то есть, условно, если коммерческое делает менеджера по продажам, который должен в это время звонить, да, особенно в сезон, он не должен его делать, его должен делать какой-нибудь помощник. Он менее, ну, как более дешевый и менее квалифицированный. Логично. Это один сценарий, это уже неплохо. Второй вариант уже для продвинутых – это автоматизация. Автоматизация на базе битрекса выглядит так. Я вам сейчас покажу пример. Вот есть у нас какая-то сделка. Игорь Химкин. Он чего-то хочет у нас купить на 330 тысяч рублей. Это чего-то. Это вот такие доски. То есть сюда битрекс можно еще купить товар удалить. Вот. Окей. Дальше. Это, кстати, товар добавляет архитектор на основании раскладки, которую он сделал, на основании замера. Когда их все добавили, менеджер у нас, опять Максим Шулепин, сегодня ему ведет, должен сделать коммерческие приложения. Как это было бы выглядело раньше? Он открыл бы Word или Excel, начал делать, копировать там, какого-то шаблона, Михаил, там, как клиент зовут, Игорь. Игорь, мы вам предлагаем то-си-бо-си туда-сюда. Либо отдал помощник на задание. Помощник пошел бы делать то же самое. Как это происходит в битресе? У нас есть зашит туда шаблон документа. Называется он КП. Я нажимаю раз. Засекаем время. Раз. Сейчас он сформируется. Примерно секунд 20, наверное. Может быть, меньше. Это был второй клик. Все в режиме реального времени. Три. Три – это скачать я нажал. PDF или Word, без разницы. Вот сформируется такая история. Это стандартизированное, коммерческое. Оно не очень красивое, мы его делаем, но не суть. Сам факт, сам механизм. Что номер ставится, порядковая дата ставится, сегодняшняя. Игорь – это тянется имя клиента из карточки. Согласно вашему запросу, мы подтягиваем сюда спецификацию, которая была в битрексе. Скидка – не скидка, сумма – не сумма. Дальше статическая информация. Это всякие наши проекты. И тут даже где-то внизу готовы ответить на любые вопросы менеджер по продажам, Шулепин, Максим и даже его сотовый, который в анкете в битрексе зашит. Мы потратили три клика. Раньше бы это делали минут 20-40. В это время он звонит клиентам, они делают вот эту штуку. И в битрексе огромный функционал и инструментарий, чтобы зашить сюда огромное количество документов. Коммерческие предложения, договора, акты, счета, УПД, спецификации, все что угодно. Все, что более-менее стандартизировано, что мы можем загрузить, плюс брать оттуда данные с карточки нашего заказа. То есть сделки вот отсюда. Любые, которые нам нужны. Телефон, клиент, товары, сумма, какие-то комментарии, все что угодно. Даже карту с адресом, может, зашли, чтобы карта проезда подгружалась. Это все занимает три клика. Поэтому тезисы, к которым я хочу вернуться, и после этого давайте на вопросы поотвечаю ваше с удовольствием. Первое, что сделать, чтобы повысить продажи, или как минимум сохранить их в упадший спрос, и как сделать так, чтобы работать более эффективно. Надо сделать из того, что у вас уже есть, не придумывая никаких новых схем, не нанивая новых людей, не увеличивая маркетиковый бюджет, надо смотреть внутрь и повысить просто эффективность этого на несколько десятков процентов. И тогда все сильно заиграет другими красками. Повысить как? Первое, оцифровать весь... Так, Николай, кажется, у нас повторяется история со звуком. Друзья, напишите, что со звуком. Звук, 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 звук. Так, пробуем проверенное действие. Так, барабанная дробь. Да, отлично. Все по старому. По русской схеме. Короче, еще раз возвращаю. Чтобы повысить продажи, спрос или как минимум сохранить, не надо еще раз прибегать к каким-то супермасштабным внешним действиям, повышать ресурсы в виде найма новых людей, увеличивать маркетиковый бюджет. Это все круто, это все можно делать, если у вас есть возможность. Но всегда самые эффективные действия и деньги, и прибыль, она лежит внутри компании, чтобы можно было оптимизировать чуть расходов и повысить сильную эффективность. Поэтому, чтобы это сделать уже завтра, повысить эффективность, нужно сделать следующие вещи. Первое, это цифровать все входящие заявки. Телефония, сайт, почта, мессенджеры, чтобы то, что уже приходит вам, платно или бесплатно, оно уже приходит, вам вы перестали его терять. Это самое простое. Второе, сделать так, чтобы каждому того, кого вы зафиксировали в клиентской базе, вы вели по шагам, и вы вели либо до отказа, либо до результата, либо до переноса. Перенос опять, результат, отказ или перенос. То есть тут надо обучить просто менеджеру, сказать, что вы теперь работаете вот по такой логике, вы можете круто не говорить, но звонить надо всем. А РОП должен следить, чтобы по каждой заявке, по каждой сделке должен быть шаг, и он желательно не должен быть просрочен. Просто следил, что всех мы ведем, всех обрабатываем. Особенно на большом масштабе, когда там 500, 1000 сделают, там 2000 сделают. За каждым не следишь, это именно надо делать на системе. Тут иногда бывает до 50-60% прироста выручки. Как я вам привел пример с доской. То есть мы на 4 миллиона отгрузили за 4 года, ну в первый год и в четвертый вот сейчас, с одного звонка с авиза, который стоил 200 рублей тогда, заявка, или вообще она была бесплатная. Просто потому, что мы тупо перезванивали. Ну и третье, надо вытянуть все непродающие функции с людей, которые напрямую влияют на продажи и на выручку. Они потому что самые дорогие, самые компетентные. Не надо заниматься просчетом, не надо заниматься выставлением договоров коммерческих, либо это должно занимать минимум, точнее максимум, не знаю, 5-7 минут на одного клиента. Полный комплект документов должен быть готов. Чтобы менеджер это время, которое он сейчас тратит на бумажки и становится бумагоносным, ходит по кабинетам, и в Bittrex еще согласовывать даже можно, если внутренний электронный документ, наоборот, чтобы он максимальное время тратил на клиента. Нормальное время, кстати, в B2B можете замерить, и Bittrex вам это тоже может показать, что чистое время разговора на трубке менеджера должно быть примерно 1 час 40-2 часа времени каждый день. Если у вас меньше, значит, вы что-то делаете не так. У меня тезис на все. С удовольствием отвечу на любые вопросы. У меня сегодня цель была, чтобы какой-то прикладной минимальный опыт вы получили. Уже для продвинутых супер прикольные всякие штуки, типа, там, как внедрить оффлайн-мероприятие, сейчас я расскажу, ладно, они описаны вот в этой инструкции. Я ее сам писал когда-то, там, год назад. Тут лучшие выжимки из нашего бизнеса опыта с точки зрения технологий. Ну, к примеру, вот сейчас я одну из историй вам расскажу и параллельно отправлю ссылку в чат. Это те, кто не умеет QR-коп копировать, сканировать, точнее. Для оффлайн-мероприятий. Классическая история, когда вы приходите на выставку, и у вас за три дня, обычно три дня же выставка идет, да, за три дня проведения выставки 150 визиток. В понедельнику доезжает до офиса человек, ну, где-то визиток 70, половина, да, и из этой половины вы примерно помните процентов 30, о чем общались. И как бы все. Обычно так это происходит. Напишите, кто по выставкам гоняет. Я параллельно ссылку отправляю, инструкцию можно скачать еще вот на этом сайте. Либо QR-копировать. Вот так, вы молодцы. Решение. Делается обычная на базе битрикса CRM-форма через там битрикс-сайты. Просто элементарная штука, которая там на телефоне, имя, почту, телефон и комментарий. Такая форма делается каждому менеджеру. Дальше каждый менеджер, минуя эти все визитки, на выставке стоит, общается, просто с телефоном. Говорит, Иван, здрасте. Ага, что хотите? Про оборудование наше узнать я с удовольствием вам расскажу. Как вас зовут? Не надо мне визитку. Давайте я вас сразу запишу. Он пишет, Игорь, телефон. И о чем общались? Он, типа, ну, интересовался каким-то оборудованием, закупать будет осенью. Все, Игорь, спасибо, я с вами созвонюсь, увидимся. Он нажимает, вот заполняет эти три поля, как на обычном сайте, нажимает кнопку отправить с телефона. И это падает в ту воронку, в которую я вам показал. То, что это просто приходит, типа, на первый статус. Он приходит в понедельник, у него там 150 этих заявок с выставки. Он каждую открывает и видит комментарии, видит, о чем общались, потому что он всего не помнит, естественно. И назначает шаг в зависимости от того, о чем мы с ним общались. Кому-то надо было КП на этой неделе отправить, потому что у них бюджет согласовывается. А кто-то говорит, будем закупать весной, позвоните мне весной. Он звонит весной, помните, мы вовсе не общались с вами на выставке. Давайте договариваться. Нет PDF в вложении в письме. Посмотрите, ну, если что, я отправлю. Я все время проверял, все было. Все, кто отправил, нам все это пришло в битрикс. Вы не переживайте, мы всем все отправим. Это не может потеряться. Это не может потеряться, да. Вы у нас все в сервере. Да, дополнительно скажу. В первой части Владимир Маринович говорил про книжку. Мы соберем как раз те заявки, которые придут по форме, по QR-коду или по ссылке, которую сейчас Николай публиковал. И книжки мы тоже по этому принципу, либо в электронном формате, либо если вы в Петербурге и не боитесь встречаться, то Владимир книжки вам выдаст в Питере. Так, ссылка чуть выше, друзья, посмотрите. Немножко у нас времени, есть пять минут как минимум на вопросы. Попробуем сейчас. Сейчас я повытаскиваю из того, что было, а вы можете уже бросать вопросы новые, если они в процессе возникли, в чатик мы будем за ними следить. Значит, были вопросы про автоматику. Как следить за тем, что нужно отвечать вовремя на письма? У каждого вовремя свое разное, но тем не менее. В Питере есть отличный инструмент, называется робот. То есть вы можете выстроить на него уведомление. То есть это примитивный довольно механизм, который работает с точки зрения причинно-следственной связи. У вас упала заявка, Питере зафиксировал время. С это время можно выстроить робот, что если в течение 15, 20 или часа, или 5 минут не меняется вот эта карточка заказа, у нас так сделано, у нас норматив 15 минут. Если она не меняется, то руководителю летит уведомление, что вот эту сделку не обработали. И там пришли новые заявки, по которой не перезвонили. Вот, все. То есть это типа фиксация какого-то события. На основании этого события идет дальше программирование. Что делать, если вышли за это время, если не вышли. То есть, по сути, это контролирует робот, не роб даже. Он следит за временем, которое вы ему сказали. 15 минут, час, день, сутки, еще сколько-то. И что-то потом делает. Например, может отправить сообщение, что у тебя зависла сделка, иди посмотри. Может передать сделку другому менеджеру, если у вас так принято. Может нажаловаться РОПу. Можно клиент даже прогнозировать, типа, упала заявка. Вот вам сейчас отправили всех письма. Просто я эту инструкцию давно нигде не рекламировал и не проверил. Письма отправил сейчас Битрикс. Вот сколько людей написало, они там, мы все упали. Письмо отправил сам Битрикс. Я сижу с вами разговариваю, я же это не отправляю. Вот. Ну, вложения нет, но как бы, да, мы разберемся, где там он там потерялся. Не суть. Вот. С точки зрения, еще можно клиенты программировать. Типа упала заявка, ваш менеджер такой-то свяжется с вами в течение, там, часа. И вот такая смс-ка тоже отправляется в автоматический Битрикс. Поэтому роботы крутая вещь. Простая и очень эффективная. Так. Значит, чтобы всех успокоить сейчас, смотрите, друзья, вам пришло письмо автоматическое. В нем нет вложения, мы верим. Но это мы исправим точно. После мероприятия мы все эти формы, которые возьмем, Николай там вместе их всех суммирует и отправит инструкцию. Она точно у вас будет здесь, даже не переживайте. Давайте вопросы какие-то бизнесового больше характера. Битрикс только про продажи. Можно в услугах применять? Я прям зачитываю. Применим ли в услугах, где нет входящих заявок, но есть ежедневные развивающие задачи для исполнителей. Битрикс хорошо, реально круто решает вопрос с продажами и круто решает вопрос с внутренними коммуникациями и task manager. Вот Маринович, говорю, что там есть задача, tasker, да? Это очень крутой инструмент. Поэтому если у вас есть какие-то системные поручения, они цикличные, либо у вас работает больше 10 человек, либо это люди работают в разных локациях, типа офис, склад или несколько филиалов, и вот сделать в Битрикс некую такую социальную сеть, компанию, где там все сотрудники, все документы, все процессы, все продажи, все клиенты, все в одном месте, вот это прям его конек, я сам хайфую. Мы вообще говорим, что Битрикс это комплексный инструмент, Битрикс 24 системы, в которой есть очень много разных блогов для автоматизации и организации работы внутри компании, но и через CRM снаружи с клиентами компании. И мы сейчас очень большой всплеск такой увидели во время карантина, когда люди разошлись по домам, и им нужно каким-то образом, раньше не было процессов, все ногами в офисе ходили, и вот так процессы были устроены. А сейчас каждый сидит в разной точке, и нужно эти процессы восстановить. Ну и вот как раз постановка задач, маршруты документов, коммуникация внутренняя, она все через Битрикс 24 внутри работает. Мы сейчас просто про это не говорили, особенно сейчас тема про продажи, про CRM в основном, но вообще, да, большой комплексный инструмент. Вот я вижу очень много вопросов, да, для какой отрасли работает, и работает ли для этого, и для этого. Кейсов очень много, и вот каждый комментарий, который написан, да, работает совершенно спокойно. Проектный институт супер работает, сами пользуемся. У нас есть партнеры Проектный институт, где мы внедряли. Диана задает прикольный вопрос, как бороться с красными делами, ведь вовремя не перезвонили, это тоже косяк. Диана, не надо как бы стараться все идеализировать, то есть типа если я сказал, что все должны быть непросрочены, все, мы продавать ничего не будем, но будем всем звонить, и шаги будем, менеджеры, знаешь, как еще делают, они шаги переносят, типа стоит звонок, я сегодня не успел звонить, я позвоню завтра. Но это бред, нет, как бы не надо вот заниматься этой паранойей. Если, короче, шаги сделаны, чтобы продать идею менеджеру, что если он будет каждого клиента звонить, то вероятность он будет больше продавать. Больше продавать, надо смотреть просто на его результат, на план продаж. К примеру, если менеджер продает, я не знаю, делает свой план 3 месяца подряд, у него все хорошо, но есть у него красные шаги, но я же не буду его взбадривать за это. А если чувак не продает, и у него шаги красные, или вообще шагов нет, вот тут уже как бы надо разбираться, есть на что опереться. Поэтому не идеализируйте, как бы процентов 5-10 там красных, это нормально, ничего страшного. То есть это информация для вас к размышлению. Если там 60% красных, то нужно посмотреть, может, человек, правда, перегружен, у него там по 200 сообщений в день, и он физически не может это разгрести. Шаги не нужны ради шагов, шаги нужны, чтобы мы двигали клиентов и продавали. Если вы продаете, это окей. Если не продаете, то шаги вам подсказывают, тут ли у вас место как бы просадки. Так, у нас 12.30 примерно, и сейчас мы расскажем всем, что можно сделать прямо сейчас и что можно сделать дальше. Значит, прямо сейчас, друзья, перед вами QR-код. Если вы хотите получить чудо-инструкцию, пожалуйста, напишите. Прямо сейчас, как мы выяснили, PDF-ка внутри письма не придет, но придет чуть-чуть попозже обязательно. Это если хочется получить инструкцию, про которую мы сейчас говорили. Вместе с этой инструкцией, тоже отдельным каналом, придет книжка Владимира Бериновича, как он обещал. Значит, в самом начале семинара я говорил, что у нас сегодня такой день подарков прямо. Есть антикризисный чемоданчик. Мы его торжественно отправим на почту. Мы уже тестировали, там работает. Тем, кто сейчас заполнит анкету, я буквально через минутку вывешу прямо здесь опрос, и нужно будет сказать, как вам вебинар, кто из спикеров молодец, кто запомнился, что хочется дальше. И в конце оставить почту мы пришлем, конечно же, вот этот волшебный антикризисный чемоданчик, чтобы на него можно посмотреть. Еще раз, друзья, я вижу в чате очень много сообщений. Не нужно писать прямо сюда почту. Если вы хотите к себе на почту PDF-инструкцию, пожалуйста, вот отсканируйте телефоны. По-моему, все телефоны, смартфоны сейчас, если включаете камеру, по умолчанию сканируют этот QR-код. Давайте я на всякий случай, у меня, по-моему... Вот. Вот она ссылка. Если QR-код не работает, перейдите, пожалуйста, по ссылке и заполните такую форму. Тогда все круто. Значит, на этом у нас примерно все. Если у вас остались вопросы про Bittrex24, как начать внедрение, что можно сделать, как эти лайфхаки настраиваются, какие возможности, в принципе, есть, Николай с командой с удовольствием вам поможет. Можно по той же самой форме в комментарии написать, а можно еще что сделать? Можно либо по этой ссылке, либо давайте отправлю на наш сайт основной, sabis.ru. В принципе, вы можете оставить заявку. Если у вас вопрос был по саботажу, как делать так, чтобы взлетел, не взлетел, подойдет ли под моим лодом, сколько стоит, как охотиться, надо ли мне вообще на этом сейчас этапе сделать попозже. Консультации бесплатные, ничего не стоят. У нас куча экспертизы в разных отраслях, проектах и географиях. Ну, как бы оставляйте заявку, мы вам все простыми словами расскажем, типа раз, два, три, зачем и почему и как будет в результате. Даже если вы потом до финала внедрения CRM прямо сейчас не дойдете, то из этого разговора уже можете подчеркнуть себе несколько моментов, которые и так сделают вас лучше, красивее и в продажах помогут. Да, да. Сто пудов. Ну, причем открыто, честно скажем, то есть я вам сказал, что у нас экспертиза основана на личной практике, не на каких-то теориях, а вот мы то, что сами все внедряем. Если вам не подойдет или там, скажем так, скажем правильно. Экономически необоснованно сейчас принято говорить. Экономически необоснованно, либо вы хотите сделать процесс, ну, как бы, его можно сделать проще. Ну, вот типа, как с выставками я сказал, да, то есть это может там супер какую-то систему пилить, а я говорю, просто возьмите в Bittrex CRM форме и сделайте так, чтобы это работало, это делается за 40 минут. И вот таких, как бы, штук мы можем вам накидать, точно будут полезны. Так, друзья, большое спасибо за участие. Пока в чатик можно писать благодарность Николаю за классный контент. Я сейчас вывешу маленький опрос, который вы проходите, получаете чудо-чемоданчик с контентом. Николай, спасибо огромное. Пишите песни, клеите марки. Всем спасибо. Я старался. Да, удачи, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok